Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте! Поляков Матвей Абрамович, в армии старшина. Служил в армии с 1940 года по 1906 год. Я с вами пришла поговорить на тему Великой Отечественной войны. Расскажите, пожалуйста, о ваших предвоенных годах. Предвоенные? Значит, в 15 лет я ушел учиться в ФСУ на автозавод. Тогда он был завод имени Сталина. Потом его впоследствии переименовали на бывшего директора Лихачева. Получился ДИЛ. То ДИС был, а потом ДИЛ. Ну, на этом заводе я год проучился по специальности Токарь-Универсал. Проработал я там, значит, год с небольшим. Потом меня, значит, по состоянию здоровья перевели в плановый отдел, поскольку, значит, нашли язву желудка. Плановый отдел я проработал сейчас примерно тоже около года. Поправил свое здоровье. И меня пригласили опять в цех. А уже не топорем, а мастером. Это был второй инструментальный цех автозавода. Ну, там я проработал до 1940 года. В этом, в 1940 году меня призвали в армию. Ну, на заводе у нас так было. Цеховой отдел кадров. И был заводской отдел кадров. Значит, меня вызвали в заводской отдел кадров. Ну, сказали, что вот ваш год, возраст подошел, вы должны идти в армию. Ну, я был согласен. Дали мне такой, как говорится, бегунок, чтобы я там отметился, взял расчет. И с этим бегунком я пришел к себе в цех. На меня так посмотрели. Как? Вы, говорит, остаетесь в цеху работать. Я говорю, вот, пожалуйста, у меня уже бегунок на руках. И я пришел за расчетом. А мы сейчас туда позвоним. Тут произошла какая-то ошибка. Рядом с нами был еще ремонтный цех в нашем цеху в основном. Еще одна фамилия был. Правда, у него инициалы были совсем другие. Тут какая-то, говорит, произошла ошибка. Мы сейчас туда, в основной отдел кадров, позвоним. И вы остаетесь за заводом. Ну, я, конечно, отказался от этой брони. И меня призвали уже, я, так сказать, дал согласие на то, что я ухожу в армию. А скажите, у вас было ощущение надвигающейся войны? То есть, может быть, в газетах, по радио? Или просто люди говорили, что война близится? Было такое ощущение? Нет, в 1939 году была война. Но, я думаю, там она кончилась к этому войну. Это с Финляндией. Я не думал, что меня туда будут брать. У меня до этого семья большая была. Самый старший брат, он в мирное время, 6 лет, прослужил там, как говорится, добровольно. Ну, думаю, и я, чем я хуже. Я тоже пойду служить. Так получилось, что меня призвали. И где-то, ну, я могу кое-какие подробности еще сказать, я был неосвобожденным пионер-вожатым. В школу ходил, у меня ребята были, целый класс, где-то 9-й, что ли, или 8-й, сейчас не помню. И я с ними занимался. Потом на лето меня освободили тоже. Поехал я в пионерский лагерь, завода. Был, значит, пионер-вожатым, лето отработал. Ну, так это, может быть, я не знаю, эти подробности нужны. Ощущение войны было или не было? Что? Что война надвигается. Нет. Нет? Нет. А может быть, о каких-то конфликтах в мире? Вот когда я уже начал служить, значит, ну, где-то 5 октября я уже был в части. Это была Брестская область. Сейчас я вам скажу. Это город какой был, недалеко город был такой, Высоколитовск. Высоколитовск, а деревня Клюковичи, которая стояла на нашей части. Это я хорошо помню. Ну, и там уже, наконец, в процессе учебы, занятий, где-то к концу года, к концу года, в начале фактически 41-го года, у нас ощущалось то, что неспокойно, потому что я почти у самой границы служил. Ночные какие-то были, как их назвать, даже не знаю, как назвать. Они занимались световой борзянкой, какие-то сигналы. Мы тоже их видели. Ну, кто-то ходил, кто-то их, может быть, забирал или там выяснял это дело. Это в нашу функцию не входило. А когда Вы узнали о начале войны? В начале войны? Как Вы узнали о начале войны? Может, по радио или кто-то прибежал, сказал? Нет, сейчас я вам скажу. Значит, ну, там у нас был типа такого кружка в нашей части. Я играл на мандолине, кто-то там на гармошке. И мы в эту деревню пошли по увольнительной. Было как раз воскресный день. И мы там, значит, устроили такие выступления. И приглашенные были из местного селения. Молодежь танцевали, все, веселились. А я к этому времени, значит, я не рассказал, что с мая месяца не досказал. Кому сержанта, кому младшего сержанта, кто был этим. Ну, мне присвоили звание старшины. И забрали меня в штаб работать, в этот же штаб нашей части. Ну, когда я вернулся с этого, как говорится, увольнительной, да. Я зашел, поскольку в часть пришел, и зашел в этот штаб. Я штабной работник был. Зашел в штаб. Ну, у нас были в основном в этой части москвичи. И вот перед самой войной, можно сказать, в нашу часть из Узбекистана тоже много приехало. Но их тоже по подразделениям определили, нашу часть. И когда вот обучение кончилось, нас же должны были выпустить младшими лейтенантами, мы немножко недоучились. А где-то это было в начале мая, сейчас точно не могу сказать. В общем, распустили это обучение. И, значит, кому куда, значит, подразделения распределились. Ну, ты сказал, когда, я помню, рассказывал, когда ты пришел на увольнительный, что что-то уже ходило, что где-то бомбили, что... А, нет, 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 вот сейчас я скажу. После увольнительной я зашел в штаб. И как раз с товарищем поговорил. Он говорит, что-то у нас связь прервалась. Связь. Значит, я говорю, ну, не знаю, вроде должна была быть. А часть с дивизии с нашей. Ну, и прервалась, прервалась. Я, значит, пошел в часть. Ну, мы там коротко с ним так побеседовали. А дивизия где находилась в это время? Тоже где-то находилась. Я сейчас не помню уже. Помню, ты говорил. Тоже где-то в Белоруссии. И я, значит, пошел в часть. Ну, вроде все спокойно. Сейчас я вам скажу. Лег я где-то в час. В час. Не в час. В 12 примерно. Вольнить после этого всего. А в 4 часа началась бомбежка. Шумно. Без объявления войны. А? Без объявления. Без объявления войны. Нам ничего-то не было известно. Ну, там дневальные всегда дежурят. В части. Вон, значит, подъем раньше времени. В 6 часов подняли. А я, значит, тоже оделся. Думаю, где-то учения идут. Слышны бомбежки, разрывы какие-то. И подумал, что где-то должны. Это вроде учения идут. Но нам бы, наверное, объявили. Или что это за секретчины было. Подумал. Ну, вышел я. А я был еще, значит, за командиром, за начальником штаба. Был посыльный я. Если в случае чего, каких дел, значит. А он расположился, жил в частном домике в деревне. В Клюковичу. Ну, я сел на велосипед. Был велосипед у меня. И поехал к нему. Не успел я к нему, как говорится, подойти к дому. Как он уже вышел мне навстречу. Я его спрашиваю. Да, мы сейчас, говорят, узнаем. Позвоним в штаб дивизии и узнаем, в чем дело. Ну, он что, наладилось связь-то? А? Да, нет. Ну, у него как-то, я не знаю. Приехали опять в часть. Сигнала не было. Прервана была связь. Ну, он говорит, я сейчас поеду в часть туда, в дивизию, узнаю, в чем дело. А вы, говорит, это, ну, он понял, что это война началась. Если бы что-то было, он был бы в курсе дела. Вы, говорит, собираетесь тут, значит, в штаб, документы, все. Ну, мы так и сделали. Он вернулся, где-то мы в три часа тронулись к границе. А мы стояли где-то 8 километров от самой границы. Ну, там по рассказам я точно не измерял, не знаю, якобы 8 километров. Ну, и нам навстречу, уже там ближе, на самой границе, какие-то подразделения были. Они нам в Нижнем Белье, это же ночь произошла, они к нам в Нижнем Белье прибежали. Ну, кто еще раненых, не помню, были уже ранены или нет. Ну, мы поняли, что это началась война. Какая у вас реакция была? Была страшно, может быть, или паника, или какая-то злость на Германии? Ну, вначале так подумали, ну, война, война, значит, будем воевать. Вот так, не то, что паника была. Мы спокойно, это в 4 часа ночи началось. А мы в 3 часа, только в 3 часа дня тронулись от своих мест и поехали к направлению границы. А граница, там река Буг, граница с Польшей. И расположились почти у самой границы, потому что в соседних частях были артиллерии конной тягины, ну, лошади ее туда должны были привезти. А наша часть, не помню точно, в начале мая уехала на стрельбы под Минск. Есть такая, полигон был для стрельб. Называлась она где-то станция Крупки. Это полигон был. В основном эти вот с пушками, все с нашей артиллерии уехали туда, на учебу. Ну, практически стрелять надо было учить. А у нас, значит, мы поехали к границе ближе. Расположились там, ну, там должны были лошадям дать поесть, как говорится, нас должны были покормить, должна была к кухне приехать. Потом, значит, мало времени прошло, как мы там расположились, и получили команду, что здесь сейчас будут бомбить. Как они узнали? Разведка. Да, разведка, да. И мы тут же быстро собрались, как говорится, лошадей не успели покормить, и нас также. И мы оттуда, значит, стали выезжать. А у нас были полуторки, такие небольшие машины. В то время были, особых машин не было. Ну, на этих полуторках мы поехали и стали выходить. Но мы не поехали сразу на восток, а как бы вдоль границы. Ну, я сейчас затрудняюсь перечислить эти города, они так, как и были вдоль границы поехали. Значит, пока какие-то должны были сведения получить, куда, чего. Ну, у нас были, значит, карабины, автоматы были. Немного, правда. И были ущетверенные установки этих пулеметов, которые могли стрелять по таким летающим целям. Ну, были у нас и пулеметчики, и сбили вот над нами. Бомба, правда, упала. У нас были, это когда-то было у имени помещика какого-то, где наша часть стояла. И были пруды такие, там рыбу разводили. Такое место было, как говорится, культивировано немножко. И эта бомба попала в этот пруд. Там еще другие пруды были. Ну, уже это как бы команда была такая, что надо отсюда двигать. Матвей Академич, а вы вот в каких сражениях принимали участие? Что вы? В каких сражениях вам пришлось принять участие? У нас сражения с десантными частями. Они забрасывали к нам в тыл, чтобы мы не могли отходить. Забрасывали в тыл десантные подразделения. Ну, они были вооружены всем. Мы, как говорится, стали пробирать где-то на каком-то периоде, не помню уже, машины, бензин или кончился, или машины уже не могли ехать. Наверное, уже горючее иссякло. И мы, значит, пешком шли, как говорится, я как сейчас помню. Ну, в общем, уже отступать начали. Ну, конечно, от этого места мы отходили, я говорю. Начали отступать, да? Вдоль границы практически. Но получилось, что уже вглубь немножко нашей территории. Так вот, с боями отходили. Потом, конечно, попали в окружение основных частей немецких. И тоже с боями отходили, значит, ну, можно сказать, старались больше лесами пробираться, не открытой дорогой, потому что она просто просматривалась самолетами. Они очень на бреющем полете все это оближали, облетали. И за каждым в отдельности, если кто попадался, могли гоняться на самолете. Ну, и попали в окружение. Из этого окружения, значит, уже потом кто как мог начал выбираться. Ну, выбрались. Как говорится, уже почти... Здесь бои, конечно, были много. А? Здесь уже бои были основательные. Здесь, да, из окружения мы выходили с боями. И была пушка, ребята, где-то в какой-то части осталась пушка. И вот с этой пушкой, значит, отстреливались тоже. А скажите, вот какой-нибудь у вас был самый тяжелый день? Вот какой-нибудь или минута, или час? Такое самое яркое тяжелое боевое событие, где вы принимали участие. Можете рассказать о нем? Ну, сейчас уже трудно сказать, это под каким городом. Ну, самое страшное, что вы вспоминаете о войне. Да мы что-то не испытывали страха. Ну, так как-то неприятно было. Молодые. Но страха особо не чувствовали. Мы не понимали, что творится. Да. Ну, война, так война, но что и... Может быть, в какое-то сражение сложное очень, под какими-нибудь городами, или защита, или оборона города. Что больше всего и запомнилось? В окружении были, мы должны были выйти из этого окружения. Ну, в лесу, конечно, в лесу ночевали кто как мог. И днем, кто не доспал, конечно, сон это уже не тот был. И шли, можно сказать, шли и спали на ходу. Ну, потом, значит, попали в плен, нас забрали. Попали в Минск уже оттуда, из-под Бреста, в Минск, почти под Минском, нас забрали в плен. Ну, в плену были, я не знаю, сколько сейчас, там несколько дней. И посмотрели, дожди были, и было, это, в лагере какие-то были склады там. И, можно сказать, и нары-то не успели сделать, и нары, где кто на полу спал, кто в чем был одет. И мы с товарищем, еще с одним, тоже москвич был, я сейчас уже, Алеша его звали, а фамилию забыл, на П как-то забыл. И были промоины от дождей под этой колючей проволокой, были промоины. И мы решили, значит, выйти нельзя, там все, стоят окраны, там, знаете, а мы, ну, тут огорожено было все из-за этих бараков, можно сказать так, нас, может, не видно было. И мы в эти промоины пролезли, под забором, под колючей, и ушли, начали ходить по деревням, прятаться. Ну, кто куда мог в то время. И, в общем, с такими, значит, такими условиями попали в один город, под Пинские болота были. Вот мы собирались вообще попасть в партизанский отряд, но мы не нашли партизан. Может быть, их еще в этих местах не было. И после этого, значит, скрывались в частных домах, в частных деревнях, то в одном месте, то в другом месте, то где-то стога сена были у кого, в это сено закапывались, в общем, прятались. Что это было? А? Ну, может, еще были другие, но мы как-то уже сдружились с этим парнем, и мы вдвоем пробирались везде. Вот это было самое знаменательное? Да. Ну, потому что часть уже разбежалась, куда? Кто-то остался на зимнем расквартировании. Нас же было не так много, основная часть была где-то подвиска. И как вы добрались до армии? Потом, значит, такие вот, как говорится, прятались, прятались, потом уже наши части знали подходить, и мы вышли из, как говорится, из окружения, и попали в свою часть. Тех, кого приводили, мы уже успели переодеться, чтобы легче было выбираться. Ну, в селениях. Ну, кто мы такие, что мы такие, а были, значит, специальные подразделения такие, ну, нас проверяли, откуда, какая часть, зачем, куда. И собрали, таких, как мы, собрали целое это подразделение, это запасной батальон был. И в этом батальоне, значит, ну, вот была Власовская армия, Власов наделал дел, и подумали, что это из Власовской армии люди, стали проверять, ну, проверили, собрали, потом нас определили по частям, и с этими частями мы в бой пошли опять. Ну, тут я был, значит, просто в начале в пулеметной части, где я еще был? Пулеметный, потом... Сейчас память уже начинает изменять, потому что столько перемен было тогда. Сейчас вспомню, наверное. Пулеметный, пулеметная была часть. Ну, в общем, это... Во всяком случае, мы шли уже по Белоруссии. Да, по Белоруссии. Еще пока катились назад, или катились вперед? Уже вперед пошли. Уже вперед пошли. Да, да, да. А вот можете рассказать, о каком-нибудь подвиге, о каком бы вы стали свидетелем, боевом подвиге? Вы много увидели, очень трудных дней пережили, а подвиг какой-нибудь были свидетелем? Может быть, ваш подвиг личный? Вот этот подвиг, я считаю, в основном, который... Влас, они были из этого плена, и если бы он попал в основной плен, то он бы уже не выжил. Так, ну, трудно сейчас... Бои были, мы и с десантниками воевали, и с основными частями воевали, они тоже не везде шли, как говорится, на вал. И вот таким вот образом мы пробирались к своим частям. Когда уже попали, я сейчас все-таки собрано... Где я был? Несколько частей нас поменяли, у меня было записано, все, потому что там они в очень непродолжительное время находились. Последняя уже часть, это было после войны, да, уже после войны, по-моему. Я даже попал в танковую часть. Ну, меня взяли в основном, поскольку я был штабной работник, и меня вот взяли в штабную часть. И я уже из этой части, наверное, там люди погибли или были тяжело ранены. Я тоже был под Борисовым, это город Борисов, Минск, это Белоруссия, был ранен. Ну, а по дороге, я не помню, где, в каком месте, ни госпиталя, ни санитарной части не было. В общем, чем можно было, ногу перевязал, хромал, конечно, и боль была, о чем говорить. Потом, значит... У него сквозное ранение, мягких тканей, пульмой. Так, ну и было, под бомбежкой прятались в этих... в окопах, ну, вы говорите, в окопах были, траншеи такие, выкопанные. И она заболелась. Меня откапывали из этой траншеи. Потому что ранений было уже там, как говорится, ни такой прыки не было. Где-то, так сказать, уже в начале. Ну, потом оклемался, как говорится, и служил, и все, служил. После войны до... в 46-м году, в июне месяце нас, по-моему, мы демобилизовали. Скажите, можете вы перечислить эти города, которые вы освобождали? Просто на память. Освобождали. Или обороняли. Запомнился город Лида. Такой город есть в Белоруссии. Город Лида называется. Потом, значит... Вот как нарочно они у меня все перепутались в голове. Ну, по Пинскам были. Вот Пинск тоже. Пинск. У вас только города в Белоруссии были, да? Да. А потом уже, как говорится, в Белоруссии кончились потом в Польше. Геман форсировали. Это я помню. Где там какие города были, не помню. В Польшу прошли, да? А, в Польшу прошли. Ну, в Германию. Пришли в Германию. В Германии закончили? Да, да, да. Кончил войну в Германии. А до какого города Германии дошли? Сейчас перечисли. Ты генерализовался из какого города? Был недалеко от Торгау. А вот город этот назывался... Скорее всего, и город, города я сейчас уже не вспомню. Селение Паусниц называлось. Да, конечно. Немецкая Паусница. Но она недалеко от Торгау. Это такой город, что я хорошо запомнил. Вот вы рассказали о трудных своих моментах, да, во время Великой Отечественной войны. А какой-нибудь радостный день, самая радостная события для вас была победа или... Победа, да. И какие-то еще другие. Да. Победа, да? Победа, да. А имейте ли вы награды? Вот какие для вас самые дорогие для вас? Что вы считаете, именно вы, самая дорогая или первая ваша? Ну вот самая дорогая, вот за твагу. За твагу. Это вот твага. Потому что этот Власов, он все это дело напортил. Все подозревали, понимаете? А как вы сами относились к армии Власова и к власовцам? А? Как вы сами относились к власовцам? Ну, когда узнали вообще мысли, проклинали их. Как так можно было? Он на хорошем виду был, сам Власов, по-моему. Ему что-то доверяли там, а они взяли, перешли все на сторону немцев и воевали против своих же. А как вы сейчас относитесь к тому, что вот власовцам памятники ставят? То есть награды? Я глубоко переживаю, что до этого дошло, что им памятники ставят. Переживаю, внутренне переживаю. И, ну, в душе я говорю по-русски, сволочи, до чего довели людей и сколько людей зря погибло. Я почему перебиваю, потому что вот так вот по жизни он больше рассказывал, чем вот он вам рассказывал. Хорошо рассказал. Да, да, вот поэтому я чувствую, где он не рассказывает. Потому что да, 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 я вам все-таки меняю. Не поняла. Рядом. Ну, прям. Потом все равно. Расскажите, а вот как воспринималось, что в начале войны Красной Армии пришлось отступить? Были сомнения в победе? Или вы даже не думали о том, что мы можем проиграть? Сейчас садитесь рядом. Так, я вам все скажу. Значит, наша часть, почему, а, хотите, что-то. Не сказать, я не помню. Часть, значит, значит, мы все вспоминали, что вот эта световая морзянка, или как ее там назвать, значит, какие-то были уже, значит, шпионы, что ли, заходили туда, в тыл к нам, и все, все там, как говорится, передавали через границу. Световая морзянка, она же далеко может быть видна. Ну, переживали за это дело. Ну, что еще там было? А был ли страх, что когда-то... Никаких сомнений в том, что мы выигрываем войну, никогда ни у кого у нас не было. Это да, это верно. Несмотря на то, что отходили, и даже до самого... Ну, я сейчас скажу. Значит, в нашей части, где, так сказать, куда я попал, в зенитную артиллерию, Филица. Филица Виимина. Сразу-то не уходить. Лучше прислонить. Да. Вот. Значит, батарея должна иметь четыре орудия. У нас было только три. Мы ждали, что должны четвертую привезти. Ну, то ли не сделали его уж. Все-таки часть была не подготовлена. Это безусловно. В начале войны? Наша часть, я вам скажу, была в основном учебной, учебной часть. Потому что, вот, четвертого орудия так и мы не дождались. И уехали до стрельбы с тремя орудиями. По закону должно было иметься четыре орудия. А как вы оценивали нашу боевую технику? Считали, что у противника она была лучше, либо у нас? Ну, вот я поэтому и думал, что чего-то мы плохо готовились. Должна была быть техника уже в комплекте. А это было в начале войны или всю войну так было? Ну, нет, это в начале войны. До начала даже войны. До начала войны. Но мы это особо не выдавали значения до начала войны. Но мы так в разговоре нам сказали, что вот должны прислать четвертые орудия, четвертую пушку зенитную. Ну, и так они и уехали, по-моему, с тремя пушками. Я сама в Смоленска и к нам в Смоленск прилетали, как к тебе домой. Ни один самолет не вылетел, чтобы противостоять. Говорят, что все самолеты даже были заправлены не тем, чем надо. Вот до такой степени в то время тоже было какое-то или предательство, или что. Во всяком случае, мой папа военный был, он был в командировке в Минске. Мы прятались, ни бомбоубежище нам не было готово, ничего. Мы прятались в деревянном доме, и когда летела фугаска, когда летела фугаска, этот дом деревянный ходил ходуном, там прятали метлы эти, дворники, а мы считали это бомбоубежищем. Вот до такой степени было не подготовлено ничего. И так было на протяжении всей войны, или потом уже как-то изменилось? Вы знаете, вот 22-го война официальная, а еще 20-го уже заброшен был десант даже в Смоленск. И ходили милиционеры с новыми планшетами. И мы подростки, особенно вот я в военном городке жила, мы ходили и вылавливали вот он, вот он, вот он, и ловили кому бы показать его. Вот с этими десантниками мы... А они воевали с этими десантниками там. Так что, безусловно, начало войны было очень... Вот началась война, папа был в командировке в Минске, он первый Белорусский фронт, и он приехал в это, в Смоленск, к нам бум-бум-бежище пришел, и так вот на бою держал от осколков дверь, на машине у него еще пять семей комсостава с маленькими грудными детьми. Вот так мы эвакуировались из Смоленска. Поэтому они-то в Брессе, а мы-то уже в глубине в Смоленске спрашиваются, почему было так не подготовлено ничего. Даже воинская часть вот так эвакуировала детей с этим, с пакетом ржаных сухарей. скажи, к нам присоединилась зона. Вот, поэтому, понимаете, вот им военным так не было видно, как мы гражданское население, мне было 15, и вот мы пешком потом до самого Стадолища, это так называемая родина Глинки, бежали пешком, чтобы убежать от этих бомбежек. Ну, правда, вот наша воинская часть позаботилась, вот этих всех малышей собрали, почти 6 или 7 семей, и нас увезли даже до самых Чебоксар, вот как нас папа мчал. Документы здесь, в Москве, у коменданта переделал, потому что было только до Стадолища, переделал документы и нас довезли до Чебоксар. Матвей Афганович, а Вы можете рассказать о своих командирах, кто из них больше всего запомнился Вам и чем? Кого Вы выделяли? Ну, помните, может быть, фамилии? Ну, я все фамилии выделял. Ну, а вот этот парень, с которым ты убирал. тоже забыл, на П, фамилию какую-то фамилию. Ну, а полководца, кого Вы считали талантливым полководцем? Жукова. Жукова только, да? Жукова, да. А остальных? Ну, остальных так особо мы снили. Ну, Твой брат воевал у Конева, ради он был плохой? Нет, это да. Конев. А мой отец был с Тимошенко тоже, совсем неплохо было, поэтому... Как Вы считаете, у нас были талантливые полководцы? Я считаю, да. 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 Мало сказать, полководцы. У нас был командир части, и то это был такой. и вот Вы говорите о том, что было ли сомнение в Победе? Нет. Не у кого-то. У нас был этот командующий Павлов был этот западным особым военным округом. Но его обвинили, что он плохо подготовился в смысле обороны. Не знаю, то ли его... Его тогда расстреляли? Вроде я слыхал, что его расстреляли. Павлов там, каково Ваше отношение было к Сталину? Как относились? Ну... Двоякой. Двоякой, да. Ну, во-первых... Даже тогда? Нет. Тогда? Нет, конечно. Я говорю, я готовилась быть журналистом, и я писала тогда на другу честную сковала родного Сталина рука. В стране моей трудилась славой, потому трудится честь, крайне должен тем, чем может на пользу родине принять. А мне отечество науки храм открыло и в руки острое перо дало, была, чтобы агитатором могучим в тяжелую минуту для него. И кончив институт литературный, пожили со строкой пройду, в которой родине любимой, ягин любви и славы пропою. Вообще, в то время, я говорю, мы даже отказались изучать немецкий язык, я была в восьмом классе. в эвакуации, в чебоксарах. Преподавательница немецкого языка стала преподавать, по-моему, биологию. Мы ездили на торфу заготовки, на лесу заготовки, мы работали на харьковском военном заводе, делали панели для танков, притом так, каждый ученик одну детальку, одну детальку. Мы знали только свою деталь при шлепах, но мы никаких документов не брали, у нас тогда в голове не лежало, что нужно брать какие-то документы. У меня, например, нет ветерана войны, у меня ветеран труда, доблестный труд, а 53 года у меня рабочего стажа, но я врач, потому что не попала на факультет журналистики. Не прошла по конкурсу, у меня аттестат был без иностранного языка. А вы, Матвей Абрамович, как ваши сослуживцы относились к Сталину? Ну, вообще, я считал, что он немножко передоверил этому Гитлеру, и когда даже началась война, он ведь это не поверил, что Гитлер мог такое сотворить. Ну, конечно, в душе я как-то его осуждал. За начало войны. За начало, да. А потом, поскольку он никуда не уходил, он же в Москве оставался, значит, как тяжело не было, ну, значит, он свою вину искупил. Хотя погибло, может быть, больше народа, особенно в начале войны. Поэтому, да. Да. Потому что под Липецком готовили мы летчиков, авиационное училище, немецких летчиков. Мы готовили под Липецком. Вот настолько мы не думали, что может начаться война. Даже, я же в военной среде, папа у меня кадровый военный, и среди наших военных не было такого. Папа уже в финскую войну участвовал. Ну, тут это просто считалось, что мы хотим отодвинуть свои границы, и поэтому вот тогда финская война. А вот потом, я даже не знаю, почему так получилось, почему Витлер подвел Сталина, ведь сговоры, вот все теперь говорят, что сговор был со Сталином. Если бы был сговор, то тогда Сталин поверил, что, как говорится, он бы знал, однако ему докладывали, и он даже в этом случае не делил. Вот. В этом отношении я думаю, что он все-таки думал, что он не осмелится Гитлер напас на Россию, на Советский Союз. Тем более... Где-то в 12 часов дня только молотов выступил и сказал, что началась война. А вы слышали речь молотова? Нет. Я где был ослышан. А я слышала. И как ощущения были? Ой, как вам сказать. Тогда были такие, ну, как их... Динаментники. Рупоры. И вот мы все приникли к этим столбам. Все слушали. У меня брат в Клину, старший сержант. Папа в командировке где-то, мы с мамой вдвоем в Смоленске. И вдруг вот это вот, мама сразу побежала деньги брату переводить. Какие деньги? Куда она переводила? Чтобы у него были деньги. Вот до такой степени мы не могли понять, что это такое будет война. Мы ушли из дома, даже оставили им на маленьком огне картошку. Вот так, на керосинке. Вот. Совершенно в чем стояли, в том ушли. Это было июнь. Вот. 22-го война. 24-го в Смоленске разбомбили все мосты. В Смоленске он на двое делится. Заднепровье и центр города по эту сторону. И поэтому уже сообщение было очень плохое. И ощущение, конечно, было очень страшное. Народ очень испугался этой войны. Вот так, в гражданке я имею в виду. Мы буквально все, как говорится, растерялись. Так что это было очень неожиданно. Матвей Абрамович, а вот на фронте было с вами много национальностей солдат? Разные национальности? В этом начале были. Вообще были разные национальности. А как вы жили? Дружно? Или какие-то были конфликты среди вас? Нет, у нас конфликтов не было. Не было конфликтов. Я писала и наци национальности. Ну, честно сказать. Мы тогда как-то не понимали к чему это. Нет, не было конфликтов у нас. А, Матвей Абрамович, а вот что вам запомнилось из встреч населения во время отступления и во время пребывания при фронтовых населенных пунктах? Где мы заходили уже потом нас встречало население значит ну как вам хорошо встречало или как-то плохо относилось? нет нет хорошо хорошо относились да вроде довольны были что мы пришли к ним и так далее война для них война кончилась когда мы приходили но когда нас привезли под Владимир на пашине то нас боялись впустить в дом а то придут немцы и скажут что здесь жены военных были нас тогда не поладят по головке вот боялись это под Владимиром под Владимиром и мы тогда в клете с мамой были в клете вот только там где эти животные вот там на таком стеллаже нас пустили а в дом нас не пустили Матвей Абрамович а вот вы в других городах Европы же были вам приходилось освобождать города вам города стран Европы приходилось освобождать да вы говорили а там отношение такое же было как и в Белоруссии к вам или как-то по-другому относилось население население хорошо население вроде никаких таких как говорится особо мы не думали никаких препятствий они нам не устраивали мы были довольны ими может они и нами были довольны но такой период был а приходилось ли вам видеть немецких солдат немецких да конечно с первых дней почти и как к ним отношение было злость ненависть или просто ну они как это как вам сказать ну так между собой они и на нас покрикивали здорово а вы видели вам приходилось я только вот этих видела вот которых забрасывали в плен то есть вам удалось видеть пленных да но мы конечно все ненавидели потому что я говорю это был военный городок в Смоленске штаб рядом дом офицеров все это мы совсем в другой среде и поэтому мы конечно очень их вылавливали здорово и нам удавалось их поймать и суметь их доставить куда надо даже несмотря на то что мы были подростками Матвей Абрамович а вот вам пленных немцев была злость к пленным как к пленным немцам у вас злость была неприязнь была конечно а какое-то плохое отношение ваши сослуживцы плохо к ним относились или просто их не трогали не замечали или избивали или как некоторым плохо относились уже так сказать к ходу действия а вот Матвей Абрамович мы воевали тогда в составе вражеской армии были ведь не только немцы были и румыны и итальянцы и венгры и финны они на разных направлениях а с кем труднее всего было воевать может быть вы с другими воевали или по слухам с кем труднее было воевать то есть мадьяры были были немцы было много не знаю мы что-то считали что это немцы были и в основном немцы да а о дезертирах приходилось вам слышать о дезертирах ну я знаю кто такие дезертиры но не сталкивались да во время войны не приходилось да то есть это если были то какие-то единичные случаи конечно конечно я например считала а у вас например считала что это самая поганая хаста что такого вообще невозможно простить ну трусы были конечно да я даже вот такое всегда думаю если человека с фронта забрали там старшего лейтенанта и отранили и еще дали ему возможность уехать в Солженицын ведь он с фронта попал да а потом писал о ГУЛАГе а ты-то где был а почему ты с фронта попал неизвестно куда а потом тебе дали возможность уехать в Америку а потом он переехал помирать в Россию я человек такой ну как вам сказать я считаю что так просто офицера Сталин при всем при том что он плохой он своего якобы ни на кого не поменял расстреляли у он как сказал что у меня пленных быть не может это он конечно был неправ не все пленные вот они все таки вырвались из плена вот он за отвагу получил в основном когда он бежал из плена пробирался к своим войскам так все таки он добрался так Сталин не поменял своего сына на кого-то Василия он не пристроил да а его сгноил в тюрьме кто Хрущев Матвей А штрафника с штрафниками Вам приходилось может быть воевать или видеть штрафников видел я штрафников и как к ним относились Вы или Ваши сослуживцы обыкновенно все равно на фронте как говорится раз они воюют я относился нормально а честно они воевали честно воевали честно я говорю я не видел может быть я же всего не мог видеть кто-то там может прятался кто-то куда-то убегал нет ну штрафники нет ну я встречал конечно но воевали тоже как и я а у Вас личное оружие было? личное? да одно время было а можете назвать что-то это уже потом когда мне дали у меня был наган и когда меня отпустили в отпуск я поехал мне же надо было в Москву ехать я первый раз попал через Львов через Словакию это два Львов через этот но в основном у тебя было артиллерийское оружие? нет не артиллерийское у меня было личное оружие для того чтобы я мог меня вроде посылали в Москву наградной отдел чтобы я туда отвез документы но это была как говорится фикция чтобы нас пропустили ну дали там отпуск я уже не помню сейчас сколько 10 дней или две недели я уже не помню а вот Вы рассказывали что Вы были ранены а где это конкретно было? в каком городе? под Борисовом под Борисовом и кто Вас лечил? помните ли Вы этих людей? никто не мог лечить помню только у кого-то бинт это был перевязали мне ногу и так я и как говорится под дорожных лечил кромал нет ну там были шваны инструкторы кто-то перевязывал да нет это не было никого не было когда ранений было никого не было это же потом я попал полевой господь полевой господь и господь и литов на меня смотрели как неизвестно кого а вот Вы рассказывали что Вы были к плену а потом изменилось как-то отношение к Вам? нет не к плену в окружении в окружении я бежал из этого плена я Вам рассказал каким образом да вот ну было вот как я Вам сейчас скажу я не скрывал этого а раз ты был в плену значит а может и власовец там или пособника этого дела меня проверяли несколько раз так называемая есть служба СМЕРШ СМЕРШ батальон когда нас собрали туда там проверяли потом в части когда я служил и приехал уже демобилизовался тоже мне дали паспорт на сколько я не помню на 4 месяца 4 месяца 4 месяца опять меня проверяли ну и как говорится проверили ничего не нашли и не могли найти что я как говорится куда-то бежал или что-то еще но во всяком случае в это время было самое трудное это вот именно вот это первый момент окружения и как говорится от одного сознания что вокруг тебя все чужие я помню свои части куда меня переводили то всех помнил и руководители и начальников этих частей но вот со временем они у меня как-то улетели а о союзниках нашей страны вы что-нибудь слышали вы знали что кто-то помогает нам во время Великой Отечественной войны я когда вспомнил уже был как говорится недоволен они ждали когда уже мы все сделаем они придут на готовые это и Англия и Америка кто там еще был вместе с ними остальные все лаяли Францию спасали ну Францию разбили спасали а эти все значит довольны были что как говорится американцы пришли и победили а какой вы помощи ждали от союзников в начале войны надо было помогать а не в конце когда они если бы воевали в начале войны у нас не было столько потерь вот а вам приходилось сталкиваться по Ленд-Лизу с самолетами или автомобилями или продовольствием там американское сало тушенку многие ели вам приходилось сталкиваться с этими там я не знаю здесь уже когда домобилизовали тогда что-то такое было что какие-то эти были значит посылки из Америки что-то такое я слыхал а мне папа присылал сухой паек он не ходил в столовую а сухой паек через солдата который едет с фронта нам присылал несколько банок вот этой тушенки но та тушенка была очень хорошая это не такая говяжья тушенка как сейчас как сейчас делают да тушенка была действительно хорошая но ведь не тушенка еще войну замоевывает вот мы вывели войска из Берлина да разрушили стену а что же Горбачев не поставил вопрос тогда и вы убираетесь отсюда американцы остались в Берлине дальше а мы а как вот у вас быт можете рассказать о бытевании было ли трудно вам когда во время Великой Отечественной войны что было самое трудное в бытовом плане в бытовом плане может быть воевать зимой или какие-то или холод или недостача какой-то теплой одежды и холод был и то что и голод и голод был что еще было не уходите из кадра и пши были ну в общем питание не только или то вениамина наверное в смысле вы правы наоборот а 100 грамм 100 грамм помогали вам знаменитые наркомовские ну это было было да ну всем давали и нам давали но не постоянно конечно временами давали временами их не было а как вы проводили времена затищия то есть отдых был какой-то может быть вам концерты приезжали какие-то артисты театр или сами вы играли было такое ну было мы иногда сами устраивали себе до войны да до войны да во время войны какие там концерты могли быть хотя он играл на трудных инструментах а любовь любовь на войне была то есть может быть не у вас а у ваших товарищей было было сейчас вы все после войны во время войны не было во время войны не было совсем нет а после после войны было ну так это после войны было во время войны это были те которые немцы увезли к ним как это ну как назвать их в плен ну чтобы они на них работали ну и в нашей части где-то там мы их освобождали мне понравилась одна девушка но мы пока часть наша стояла они еще тоже не уезжали но я с ней встречался это было во время войны она из Орла была да нет это после войны во время войны не было а как вы встречали 9 мая в 45-м году где вы его провели ну это в Берлине нет где это как город где в Германии был где был да где вот непосредственно застало тебя сообщение о конце войны сейчас скажу это недалеко был город Фобельгазанг это птичий напев город такой был и вот около этого города наша часть стояла и мы в воздух стреляли от радости да а как вы провели 9 мая а я вот праздник со следами на глазах у меня брат не вернулся 20 лет он в смоленском артиллерийском училище учился и когда началась война его сразу на фронт старший сержант он был и больше не вернулся и поэтому мама плакала ну и я с нею рядом ну а папа правильно вернулся не особенно раненый один раз только он был контужен но в общем для него прошло время он все таки был полковником уже старший лейтенант был до войны а потом он вырос а был какой-то праздник или отмечали да вообще ну что вам сказать что такое военная среда это не описать у нас всегда в доме народ потому что все как говорится жили рядом штаб рядом воинская часть рядом и все это было очень весело особенно 7 ноября 1 мая ну а уж 9 мая это вообще конечно было неописуемый праздник если бы не считать что мама всегда плакала так она рано и ушла брат был очень красивый и меня родители тоже не дождались да и не дождались все умерли нас пятеро пять братьев проводили как не дождались а они умерли я даже не знала этого да а скажите вот как что вы тогда считали вот закончилась война вы считали почему она вообще тогда началась что-нибудь говорили с солдатами какие-нибудь предположения оставили почему немец пошел в нашу страну всю жизнь наша страна они всю жизнь готовились к этому ну а почему из-за чего что им нужно было от нас что им нужно было территория нужна полярные скопаемые наши богатства да а о войне с Японией что-нибудь слышали не участвовали сами я записался добровольцы туда нас записывали но меня не взяли туда не знаю почему но нас спрашивали насчет Японии я записался а как вы восприняли то что после такой тяжелой войны с Германией нам еще пришлось воевать с Японией у меня документы были я в штабе работал а послал их в это в это киевское бронетанковое техническое училище то мне не пришлось должны были наверное если война не началась значит меня бы туда взяли потому что я послал документы а исчезли поэтому документы его исчезли и когда мы поженили в 48 году я на втором курсе а он пришел я говорю надо учиться а он говорит я свою фамилию добыл а ты хочешь чтобы я учился да а как вы думаете сейчас что нам сделать нам молодежи чтобы такой войны больше не произошло чтобы избежать этой угрозы что нужно делать сейчас молодежи вы знаете мне у меня четверо правнуков вот и я больше всего заботюсь сейчас о вас и о правнуках потому что собственно говоря идет третья мировая война это не так просто все и вот это вот то что случилось в Японии это сигнал к тому чтобы остановились и подумали что может случиться и вот я конечно не очень верующий человек но мне кажется что там уже вот космос да вот сейчас на эту на марс хотят полететь а может быть там какие-то творятся такие процессы которые потом вам повредят в жизни вот с одной стороны это техническая цивилизация это понятно это космос это а вот если космическая война не дай же бог вот вот это очень страшно космических войн надо бояться и атомное оружие и даже атомных электростанций вот на примере Японии можно понять это только японцы с их неорганизованностью вы посмотрите как они готовились они знали куда бежать а я говорю а мы ничего не знали деревянный дом он вот так ходил от одной только фугаской когда она летела а уж не говоря если бы она попала там поэтому вот чего надо бояться но я считаю что молодежь должна в первую очередь получать какую-то свою специальность а то у нас получилось так в последнее время и экономисты и финансисты и значит прокуроры и все такое надо чтобы она равномерно это развивалась молодежь значит не обязательно всем стать юристами какую-то специальность нужна вот я ушел в 15 лет в ФСУ были в ФСУ там технические училища и на заводе работал токар-универсал то есть любой работал токарную я мог выполнить мог сделать ее меня немножко подвела мое состояние здоровья но дело не в этом но потом все-таки нашли меня взяли опять на завод мастером уже по своей специальности и с этой специальностью меня за заводом оставляли понимаете ну я когда пришел пришел на завод между прочим мне сказали вы знаете вот сейчас вы как говорится 6 лет там отсутствовали а у нас кадры такие что человек работал на этом время он высококвалифицированный стал куда нам вас как говорится поставить сейчас а вот теперь еще есть танки это же очень трудно да у вас помощники нам как-то неудобно понимаете ну меня взяли поблагодарили это на один из заводов в местной промышленности взяли меня начальником ОТК ну раз приглашает я пошел ну там начали такие дела директора по-глупому арестовали который меня фактически принял на работу а что получилось ну после войны кто-то привез картошку ну она была по 2 рубля что-то не помню килограмм и кто-то донес ну ладно это уже не надо не нужно это уже не нужно встали от кого-то пьянствовать я могу только сказать что вам сейчас будет жить труднее чем нам это да мы жили разрушили все время но образование мы получали более широкое начальная школа совсем другая а теперь Фурченко что он собирается делать я никак не пойму в смысле обучения да наши специалисты вы пришли с фронта и у вас а родителей уже не было нет это за время войны они умерли да да отец по эвакуации в сорок третьем начале года он мама приехала в москву тут старший брат еще самый старший был по ранению в саратов отправлен в госпиталь средний брат на украине партизанин приехал сюда еще мать была живая она подумала что это я вернулся его назвала моим именем в общем такое дело а я вышла замуж в барак без воды без канализации сколько лет вы вместе 9 метров 63 года 64-й уже пошел 64-й 21 февраля вот я как говорится заставила и учился и кончил энергетически и потупил работать а как выправляла документы он мне сказал что у него в классе была одна девочка с искусственным глазом я пришла на вызов смотрю искусственный глаз я говорю а молодая я говорю скажите а Пагирков Матвей с вами не учился? он говорит учился такие случайности это в одном районе учился я же 53 года в одном районе вот а я говорю а вы не можете мне назвать фамилии учителей чтобы мне тогда нужно было 4 подписи чтобы что он действительно кончил вечернюю школу рабочей молодежи она говорит могу дала мне учителя по литературе по математике мы обошли собрали их подписи выправили эти документы подготовился сдал он отлично все и закончил так стал инженером можно себе представить что через 2 недели этому человеку герою будет 90 лет 90 я хочу сказать вам что с наступающим вас конечно спасибо и большое спасибо что вы согласились чтобы мы сегодня поговорили я только могу сказать я вам показывал мою эту самую грамоту а фронтовые фотографии не принесли? фронтовые фотографии принесли какие-нибудь? фронтовые фотографии? ну есть у меня одна фотография